здравствуйте приветствую всех на своем канале сегодня у нас праздник день благодарения который по-английски называется thanksgiving day вы видите что должен быть определенный обед в виде индюшки тыквы кукурузы обязательно пирога из тыквы возможно cranberry соуса это все основное пир можно сказать по многим домам американцев и если разбираться со словом самим названием thanksgiving обозначает благодарность за то что кто-то что-то дал дают обычно безвозмездно это слово предполагает безвозмездность добрую волю согласитесь с этим но сегодня мы с вами будем изучать настоящую историю этого дня этому шоу конечно очень много лет я думаю больше 10 может быть 15 но не важно на этом шоу присутствует 1 минс мы видим его вам справа шляпе и также на экране телевизора там он в роли которую он играл в фильме возможно вы его там видели the last of the mohiggins и написано не сделал этот фильм был по роману джеймс феннемор коппер который конечно не совсем адекватно и правильно описал всех индейцев своих романах хотя я зачитывала с этим в детстве но на самом деле это сформировало очень неправильное представление об американских индейцах кстати по этому поводу раз он минс неоднократно высказывался лжи которая была и в книгах и во многих фильмах художественных сделанных в америке где участвовали индейцы но это был не самый злостный кстати но давайте сейчас послушаем вот этот немножечко кусочек этого шоу ведущий представил раз ламин за как известного человека и актера и человека который очень много был на телевидении выступал в конгрессе от индейцев он был также основателем движения американских индейцев и им так это называлось и в семидесятых годах особенно они делали очень большую работу проделали которая изменила то есть заставила американское правительство изменить отношения и законы в отношении индейцев хотя они стопроцентно хорошие но все-таки то что было до этого просто выходят все рамки я бы так сказала сегодня день благодарения и вся америка миллионная празднует день благодарения но вы не празднуете этот день почему но мы всегда считали что называли этот день день забирания сэнкстейкин потому что с первого дня американское правительство нам уголок и американская революция против короля англии было потому что они хотели расширить 13 колоний которые были основаны изначально дело в том что король англии джеймс заключил договор с индейцами что он не будет распространять земли колонии за горы опалачи но джордж вошингтон генерал был самым большим землевладельцем в америке колониальной и он хотел идти за пределы гора палачи зеленый гор синий гор и поэтому ему нужно было нарушить закон короля и колониальная империя должна была стать против короля и в этом была истинная причина они оправдания типа налоги повысили они просто хотели захапать земли мы прочитаем более подробно настоящую историю в книге расла минса где белый человек боится ходить это его биография в главе mayflower то есть название корабля на котором приплыли первые поселенцы в 17 веке из англии поскольку был он активистом движение американских индейцев то у них был как бы устав до их организации в семидесятых годах о том что они должны заботиться о любом индейце в стране из любого племени по всей америке и поэтому они ездили в разные места америки и поскольку он сам был западным из запада из племени аглала я вам говорила силу сэрт это северная дакота южная дакота там его племя базировалась в течение тысячелетий но он от 70-м году поехал 1970 в область на восток в область бостона истинная история рассказанная об отцах основателях которые приехали на этих кораблях на побережье американское где они нашли помощь от индейцев мы здесь видим немножечко индейцев на этой кастаринной картине начиналось достаточно пасторальная так сказала то есть мы можем услышать начало этой истории от тех индейцев последовать вернее потомков да которые передавали это из уст в уста они-то и рассказали что когда они впервые увидели этих поселенцев как они их встретили мы обращаемся к книге рассел пишет когда мы встретились с индейцами вам пану аг это вот племя как раз встретившие отцов основателей они нам сказали что в своей устной истории передавались эти истории через поколение и и большинство американцев помнят имя вождя который встретил поселенцев его звали масса сайт он был вождем до этого племени и он добродушно встретил отцов основателей и и на берегу когда это на котором эти львы люди вернее жили в течение тысячелетий и вам пану аг то есть идейцы этого племени научили европейских колонистов как жить на в этом полушарии какую еду искать в дикой природе как ее собирать что сажать как это собирать как это высушивать и сохранять на холодное время года и вам пану аг сейчас хотели наполнить напомнить белым американцам что случилось после смерти вождя масса соит дело в том что после него его власть наследовал сын которого звали метакомет и колонисты называли его королем филиппом в 1675 1670 году в 76 году началось собственно ужасное потому что в кавычках для того чтобы выразить благодарность за то что люди племени масса соит сделали для их отцов и дедов вот поселенцы колонисты значит выдумали причину по которой они разоружили всех мужчин племени вампану аг то есть забрали у них ножи я не знаю были ли у них там ружья на тот момент стрелы лук все это все позабирали так а потом они появились у них в селении с ружьями мечами пушками и факелами и они буквально большинство этого племени забили как на бойне включая вождя метакомета то есть сына масса сойта встретившего радушно этих поселенцев его жену и сына продали в рабство на острова западных индий а его тело утопили а потом то есть держали в воде а потом четвертовали и череп метакомета на шесте стоял в белой деревне то есть в деревне где жили белые поселенцы вот так собственно говоря развивалась эта история но это не конец еще большинство американцев считают что день благодарения это пир полный стол въявств как бы знаменующий уборку урожая и то что есть еда на столе и она как бы поддержит тебя в течение зимы да ну то есть как это изначально вроде бы и было но на самом деле к 1970 году представители племени вампануаг распространяли листовку которая была копией прокламации собственно выпущенной губернатором той самой колонии это еще в 17 веке да и этот текст собственно и обнаружил просто мерзкую правду потому что когда колониальная милиция вернулась после этого убийства мужчин женщин и детей в индейском поселении губернатор провозгласил праздник и пир для того чтобы отпраздновать это убийство он также в этой прокламации да то есть в этом законе 17 века как бы подталкивал то есть как бы одобрял поселенцев к тому чтобы они после сбора урожая ежегодно праздновали этот праздник убийства индейцев именно вот таким пиром наверняка вот эта картина уже была написана просто по представлению по рассказам но не отражала истины и правды Рассел здесь продолжает что когда мы встретились с несколькими индейцами племени в Ампануаг в Плимуте они приехали со всего Массачусетса то есть они не жили все в одном месте в одной резервации как бы да потому что как все другие восточные национальности индийские их буквально стерли с лица земли и немногие спасшиеся побежали и нашли спасение кто в племени Делавер а кто в племени Шони и может быть нескольких других те спасшиеся после этой резни которые попали в другие племена тоже не выжили потому что и те племена тоже чуть попозже были стерты с лица земли другие же для того чтобы спастись выходили замуж или за черных или за свободных белых людей для того чтобы просто спастись и таким образом они свою чистоту своего потомства как бы не сохранили и это то что делали большинство американских индийцев на востоке для того чтобы просто выжить далее Рассел Минс описывает как активисты этого движения потому что он не один туда приезжал в 1970 году в Плимут а это был именно ноябрь где и когда вернее празднование празднование делали в виде представления то есть стилизованный корабль к берегам пригнали там были манекены допустим там наряженные в одежды вот как раз семнадцатого века пилигримов и там же индейцев планировалось какие-то живые представления и так далее и когда это все было увидено то один из представителей этого движения Денис Бэнкс значит когда читал кто-то там речь произносил речь произносил вранье это все он значит закричал из толпы мы не собираемся это дерьмо кушать и они начали все переворачивать и значит сели в лодку потом доехали до этого корабля стали скидывать с него все в общем они фактически сорвали этот праздник он здесь это описывает это был 1970 год напоминаю так что даже полицию было вызвано и они должны были с нами договор как бы какой-то заключить да то есть ну вообще Рассел Минс много раз конечно его арестовывали и судили за эти за разные действия не обязательно вандалистские как в этот раз но это собственно вандализм был именно этой бутафорией большей частью да вот полиции просили пожалуйста не больше ничего не разрушайте мы вас отпустим да ну в общем он говорит здесь что он увидел около корабля большую статую вождя Амасасоид который приветствовал пилигримов да ну вероятно в Плимуте это есть и я стал наив основание на этой статую и значит стал речь говорить в которой сказал что что в которой вернее сначала описал щедрость и добрые намерения и красоту примени вам Пануанг и я рассказал как они приветствовали пилигримов как они за ними присматривали в течение двух зим не так как мы на картинках видели что белое дает индюшку это было наоборот индейцы приносили им индюшку то есть у первых колонистов в течение двух зим вероятно было плохо с едой то есть они еще приспосабливались им было тяжело и индейцы их как бы подкармливали и как говорит Рассел я в своей речи сказал да лучше бы они этого не делали тогда бы эти первые колонисты просто бы умерли с голоду потому что я сказал если добавить 350 лет после этого то если бы мы об этом знали как бы да то нам надо было бы вообще проигнорировать этих всех поселенцев пусть бы они то сами бились и наверняка большинство из них если не все просто бы умерли с голоду потому что они не смогли бы выжить в этом полушарии земного шара у них не было никакого общества вернее опыта поскольку философия белого человека это победить природу а философия индейца это жить в природе и это до сих пор идет и в этом ошибка белого общества это он в своей речи это говорил так что вот истинная правда об этом празднике и я лично на стороне индейцев потому что действительно на самом деле это не день благодарения а день забирания причем сделано в жесточайшей форме лишение жизни и празднование этого всего вам доброго и надеюсь вы теперь знаете правду этого праздника потому что я знаю что и в российских школах этот праздник подается в американской интерпретации луживой и вы можете рассказывать правду с вами была Олька до свидания кстати я этот праздник не праздную ну просто потому что мне вообще американские праздники не близки любой ну а с таким знанием так вообще до встречи до встречи